Привет, с вами, как всегда, Джамбо Макс, и сегодня у меня нестандартное видео для моего канала в виде интервью, где мы узнаем, как отличается и отличается ли вообще ситуация с консолями с точки зрения продаж. Такой, скажем, некий взгляд с кассы. Мне эта тема показалась интересной, поскольку я сам работаю в продажах, и иногда я замечаю, что мнение покупателей от мнения тех, кто продает, немножко разнится. Ровно так же, как и разнится мнение тех, кто играет, и, ну, по сути, мнение тех, кто продает эти консоли. В этот раз мы обо всем об этом поговорим, на примере конкретного магазина, я думаю, вы 100% о нем слышали, видели. Вот, и есть что, тема сегодня будет не только о консолях, но о портативках, других гаджетах, поэтому будет интересно. Если вдруг вам формат такой зайдет, то обязательно прожмите лойс, подпишитесь на канал, может быть там репост сделать, если вдруг вам действительно покажется данный формат интересным, потому что, если это зайдет, то, соответственно, я смогу взять интервью у других магазинов и узнать, наверное, еще больше каких-нибудь интересных подробностей. В общем... Встречайте, Петр, под ником на ютубе, Кибер Андерсон. Всем привет, ребят. Сегодня он будет представлять Технодеус и рассказывать нам о игровых консолях с точки зрения продаж. Назову это взглядом закассы. Кстати, если вы вдруг до сих пор не знаете, что такое Технодеус, то это магазин, который уже давно торгует айфонами, смартфонами, конечно же, игровыми консолями и прочими гаджетами. Обладает большим ассортиментом, с хорошими ценами, имеет шоурум в Москве, делают доставку по всей России, а также дают годовую гарантию. А помимо всего, еще и дадут вам скидку на игровые консоли в 1000 рублей по промокоду JumboMax. Поэтому заходите к ним по ссылке в описании и выбирайте то, что понравится. Кстати, Петр, спасибо тебе и ребятам за то, что откликнулись на данный запрос и уделили время для интервью, вот, дабы рассказать нам эту интересную историю с точки зрения, опять же, кассы. И дабы разогреться и как-то познакомиться, задам тебе вопросы, к которым ты явно не готов. Как дела? Прекрасно. Прекрасно. Делаем интервью, а может быть лучше. Короче, работа у вас идет. Да, работа идет. Вчера на съемках, сегодня вот интервью, так что все отлично. Продуктивно. Ну и, конечно, общаюсь с ребятами из офиса, поэтому расскажу что-то про продажи. Это самое главное. А вообще, на какой консоль играешь, во что играешь? Я сам на плойке уже давно, у меня до этого была четвертая Slim, сейчас уже пятая, появилась месяца два назад, поэтому вот так. Больше как бы сонебой. Понял, понял. Это, что играешь после? Я убью в комментариях на этом канале. Не-не-не, чтобы ты понимал, сонебой это человек, который чисто фанатик. То есть, как бы, я не думаю, что это... Я фанатик. Пацаны, вы знаете, что делать. Меня разнесут сейчас комменты. Не, на самом деле, я долгое время любил Xbox. В то время я очень хотел себе Xbox One, именно, а не PS4. В итоге взял плойку, да, предал Xbox. То есть, я экзов. Так бы, может, вообще Xbox. А вот в последнее время что играешь? Сейчас я прохожу Киперпанк, наконец-то. До этого на четвертой плойке не мог, там слишком плохая оптимизация. И Вальгалу еще прохожу, потому что слишком большая игра, не могу никак ее закончить, уже несколько месяцев тоже прохожу. Я тоже начинал в Вальгалу играть несколько раз, в итоге терялся, ну, в плане того, что уходил в другую игру, тоже в Киберпанк и так далее. В итоге я опять бежал в Вальгалу, все там забывал, начинал заново, и в итоге я так и остановился вначале, так ее и не допрошу. В плане того, что когда ты уходишь в какую-то другую игру, ты забываешь, как в нее играть, потому что много всяких там «иди туда», «туда ты прокачиваешься». Вальгалу в этом плане еще простая. Вот в Киберпанк там замучаешься. Его я тоже несколько раз начинал. В Киберпанк посложнее, там в игропейс посложнее, в Киберпанк, все. На Xbox, может быть, какие-то франшизы нравились, например, в Gears of War. Поиграть в 5-й Halo хотел поиграть, очень сильно. Но в какой-то момент понял, что все равно Exo Sony для меня перевешивает, и лучше взять плойку и играть там Last of Us, Uncharted и так далее. Да, то есть ты больше по одиночным блокбастерам красивым, наверное, да, не же по остальным. Я, кстати, помню Halo Guardians, я тоже хотел в нее поиграть, когда у меня появился Xbox One, хотя я в целом не особо люблю вселенную Halo, но, типа, просто, как сказать, она меня не тянет. Я помню, как за этим диском я бегал по всей Москве, дабы его найти, потому что с Xbox играми там были проблемы, и их сначала не завозили. И, соответственно, я нашел лишь в одном магазине на Курской, по-моему, в Тецеатриуме, там Магасы, там он был, а в NVIDIA и так далее, там такого не было, и просто капец. Я бегал по всей Москве за диском, поэтому я потом перешел на цифру, и была радость. Кстати, давно ли работаешь в Технодеусе? Ну, больше года получается, вот где-то в октябре 20-го года, ой, 22-го года, 20-го было бы слишком жирно, записывал им первые видео. Не скажу, что тогда хорошо получалось, но, тем не менее, вот все это время, уже 22-го года работаем. Пока довольно-таки плодотворно, уже 100 тысяч на канале. Ну, и, конечно, есть какой-то коннект бывает с ребятами, которые продают все это, и не только YouTube-каналом занимаюсь, поэтому что-то тебе и расскажу, надеюсь. Супер, это замечательно. Петр, расскажи нам, а игровые консоли сразу появились в Технодеусе или сначала там продавали айфоны, смартфоны и так далее? Айфоны, смартфоны, по сути, ты правильно сначала сказал. Мы сначала продавали именно айфоны, вот еще в 19-м году начали, поэтому изначально именно айфоны. Потом уже ассортимент пополнился какими-то другими гаджетами Apple, и только потом пришли консоли. То есть, по сути, сначала как бы, ну, по-первых, с телефонами решили уже на игровой сегмент переключиться? Да, да, ассортимент постоянно повышался, изначально только айфоны. И то там был аккаунт на Авито, то есть ничего серьезного не было, ни сайта, ничего, ни какого-то мерча, как сейчас, такие магнитики мы заказом кладем, стикеры и так далее. Не, ну, слушай, у вас нормально идет, на самом деле, так. Это радует, потому что не у каждых, мне кажется, магазов есть какие-то такие выстрелы, не каждый магазин развивается до такого, не открывает там несколько магазинов и так подобное. Это и короткий срок, на самом деле, потому что многие конкуренты, они уже десятки лет на рынке, и приходится как-то конкурировать и расти вместе с ними, и получается, поэтому, да. Петр, волнует такой вопрос, а кто чаще покупает консоли? Девушки, подростки, мужчины, женщины? В основном, конечно, мужчины, вот, если вы думаете, что девчонки часто там берут подарок в консоли мужчинам, то, к сожалению, это не так. Девчонки, надо задуматься, надо статистику повышать, потому что, ну, не покупать консоли своим парням, мужчинам, ну, надо повышать статистику, ну, как так, я мое, мы вам там айфон ударим, там, не знаю, дайсоны всякие, ну, надо, надо как-то это самое. Да, девочки. Ну, слушай, они, кстати, берут больше себе или на подарок, потому что, мало ли, если приходит там мужчина, он берет себе или, вот, например, дитю своему, там, и так далее. Не, я так понимаю, часто вот с нами делится то, что покупают именно подросткам, там, детям, отцы и так далее. То есть, подарок тоже часто берут, потому что плойка, там, или Xbox, это отличный, по-моему, подарок. Это офигенный подарок, особенно подростку. Ты, возможно, сам себе не купишь, да, потому что пожалеешь денег, но получить подарок такой, это офигенно. Слушай, а у вас больше онлайн-продаж или, ну, таких, так скажем, без консультирования, или иногда приходится объяснять людям, какие там отличия, что мощнее, есть ли там человек-паук и так далее. Потому что, мне кажется, иногда люди, приходящие к вам, да, но, как бы, они не особо уверены в своем выборе, в плане того, что там, не знаю, а вот, что же выбрать, там, плойку или Xbox, у вас там какие клиенты, так скажем? Смотри, чаще всего, поскольку у нас там, мы закупаем много рекламу блогеров и так далее, отправляем гаджеты блогерам, часто приходят вот клиенты, да, от блогеров, они уже насмотрелись там, всякой информации, всяких видосов про какой-то гаджет, который они хотят купить, и уже с каким-то знанием идут, покупают, без всяких вопросов. Ну, а, конечно, часто приходится по телефону что-то объяснять людям, там, например, отличие там той консоли от другой, чем та или иная лучше. То есть, ну, все равно приходится, да, так или иначе? Приходится, да, но все равно это касается онлайн-продаж, потому что вот человек на сайте заказал, ты им звонишь по заказу, он бывает даже, когда уже заказал, какие-то вопросы задает. Именно что приходили в шоу-рум и начинали там про что-то расспрашивать, такое, конечно, тоже бывает, но реже. А если вот, например, приходится объяснять, может быть, какие-то вопросы там смешные были, может быть, частые, потому что все-таки магаз не первый год существует. Вопросов, ну, по сути, не смешной, потому что, да, кто-то хочет просто сэкономить на контроллере и использовать джойстик от PS4 и PS5, но спрашивают, да, подойдет ли DualShock для пятой плойки. Мы объясняем, что да, но только в играх для PS4. Кстати, наверное, спрашивают, потому что конкретно у Xbox можно без проблем подключить контроллер от Xbox One, и он будет работать все равно во всех играх. Ну да, потому что там почти не отличаются, тоже другие технологии уже используются, там, новая вибрация и так далее. И насчет других вопросов, также спрашивают, какая страна у консолей откуда привезена, чем отличаются между собой там Xbox, PlayStation, и это просто огромный перечень различий, приходится, да, иногда объяснять, что человек не может определиться. Но реально это вечный вопрос, мне кажется. Я помню, даже был момент из этого, из теории большого взрыва прикольный. С другой стороны, у Xbox камера лучше, но у PlayStation съемный жесткий диск. Что думаешь? Ног вообще не чувствую. Не, на самом деле, как бы в этом есть сложность, вроде консоли, там, и та игровая приставка, но все-таки там, если копаться, разницы много, ну, в плане того, что геймпады, эксклюзивы, подписки, и тогда, когда ты с этим... В данное время разные проблемы еще, которые... А есть ли вопросы по типу, там, где купить подписку, там, я не знаю, что-нибудь такое? Интересно, что там, через посредников и так далее. Вот это все частые вопросы в связи с санкциями, в связи, там, после определенной даты много таких вопросов. Ну, это нормально, в принципе, для этого. А еще какие-то вопросы, может быть... Ну, бывают, например, еще вопросы, тоже касательно, там, 4-й и 5-й плойки, то, что подходит ли кабель питания от 4-й плойки к 5-й. Странный, конечно, вопрос, потому что он идет в комплекте, но вот из недавних. А вот, кстати, что касаемо Xbox'а, скажи, там, например, вопросы другие бывают, помимо, там, контроллеров и так далее, просто вот объясню. Я на YouTube'е видел людей, которые, как критерий выбора, ставят смену термопасты. Мол, я выбрал Xbox, а потому что там легче разобрать консоль и поменять термопасту. Вот были, например, вопросы какие-то такие на стороне Xbox'а? Вообще, что на Xbox'е спрашивают? На самом деле, нет. Я думаю, что это не серьезный критерий. Выбери консоли, какая проще разбирается, где проще поменять термопасту. Поскольку консоль просто поставил на стол и играешь. Я лично, там, у меня четвертая плойка несколько лет была, ни разу не разбирал, не чистил, ничего не менял и прекрасно на себе работало. И довольно-таки тихо. С таким к нам не обращались. А какие вообще вопросы по Xbox'у были? Или там все чуваки шарят? Блин, был похожий вопрос, подходит ли джойстика от 360-го Xbox'а. Был такой вопрос. А не видишь, они, наверное, думают, что обратная совместимость есть, и геймпад тоже подходит. Кстати, если вдруг вы не знали, то для Xbox Series есть геймпад от 360-го, но он специализирован. То есть, он от конкретного бренда, и он работает. Но от простого 360-го он у вас не заработает. Играет только, по сути, Xbox One и геймпад Xbox Series. Ну, может, они еще думают, что раз подходит джойстик от Xbox One, то, возможно... Ну, скорее всего, да. А еще, может быть, какие-то вопросы? Часто спрашивают, вообще, работает ли Xbox в России, потому что Microsoft якобы ушла с нашего рынка. И есть ли какие-то с этим проблемы? Вот мы объясняем, что все работает, все прекрасно, но надо покупать игры через каких-то посредников, бывает. И вылезает ошибка, да. Сейчас это вообще вычистит. Ну, мы о ней поговорим еще. Как дела обстоят с портативками? Просто, ты знаешь, я замечаю, что больше людей стало покупать именно их. То есть, люди покупают активно Steam Deck, другие портативки. Как у вас с этим планом продаются, как активно продаются и так далее? На самом деле, сейчас просто у них сильно увеличился. И сейчас и обзоров на эти консоли много. И, в принципе, их очень много выходит. И Legion Go, и Roku Lai, и Steam Deck, опять же, очень хайпанул. Вот и Switch до сих пор покупают. Иногда эти консоли даже стоят дешевле, чем станционарные большие консоли. И просто люди видят все эти преимущества, что можно играть где угодно. Что тоже там есть такая же простота, как и на станционарных консолях. Если мы, конечно, не говорим про консоли на винде. Там уже другая немножко история. Ну, а ты имеешь про Roku Lai, скорее всего, вот это вот. Про портативные консоли. Да, да, Legion Go. Не, ну, кстати, я тоже стал замечать, что портативки, они прям в спросе увеличились. Как бы, ну, понятное дело, что, например, там 5 лет их не особо было. Но вот когда появился Steam Deck, как бы о нем сначала, ну, вот, например, с моей колокольни, да, не говорили, не говорили. А вот в последние годы, где-то года, наверное, полтора, пацаны, Steam Deck, играя где хочешь, поехал в командировку, взял, поехал на работу, в пути играешь. Это реально удобно, это реально классно. И, соответственно, если, например, ты ПК-шник, и у тебя есть в библиотеке Steam, в библиотеке много игр, да, и она Steam-овская, то это реально классно. Вот, конечно, я в свое время попробовал Roku Lai. Он мне, кстати, тоже зашел, вот, потому что... Да, мне зашел, мне показалось это удобной штукой, прям невероятно. Без прямого сравнения Roku Lai не такой уж плохой. Не, знаешь, как сказать, плюсы и минусы, они есть у всех, например, знаешь, в чем плюсы Roku Lai? В том, что у него есть винда и разные компаньоны, то есть и Fortnite может запустить игры от электроников, например, в Steam'е только, так скажем, то, что есть в Steam'е. Например, я не могу там завязать подписку Game Pass. Нет, конечно, в теории могу сделать все на Steam Deck'е, там, накатить винду и так далее, но это уже такой жесткий пердолин, так скажем. Вот, просто... Я бы не накатал винду на Steam Deck'е. Потому что он прям, наверное, как устройство. Ну, это, наверное, просто смысл этой консоли. Ну, вот, мне вот, например, Roku Lai понравилось, потому что я могу просто купить устройство портативное, мне не нужно шамайдить над ним, я могу просто запустить, там, не знаю, игру по подписке, играть, потому что там, опять же, встроена винда. Но, винда это минус, потому что, как раз-таки, она не работает так стабильно, как Steam Deck'е, потому что Steam Deck'е, это, наверное, iPhone в мире портативок. Вот, не знаю, согласишься или нет. В принципе, уже, это, скорее, портативный ПК становится, когда ты покупаешь консоль на винде. Да, это КПК. Это можно назвать консольный. Это, да, это я с тобой согласен. Слушай, а какая у вас, например, портативная консоль самая популярная? Дай угадаю, скорее всего, это Steam Deck. Ну, ты прав. На втором месте Legion Go, но Steam Deck, да, это лидер. Вот, знаешь, я помню, когда вот на Roku Lai сделал обзор, кстати, можете посмотреть, вот, там много кто писал про Steam Deck. То есть Steam Deck, он не только, вот, как сказать, силен с точки зрения своей операционной системы, потому что это реально удобно, но еще с точки зрения бренда. Вот, потому что, какие бы ты плюсы где-то не перечислял, мощность, там, не знаю, еще что-то удобство, все такие, пацаны. Steam Deck, это, знаешь, вот, как бы ты там, например, не... Это как iPhone? Да, 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 потому что, как бы ты там не говорил, какой Xiaomi топ за свои деньги, чуваки, iPhone, все, вот, купи, пользуйся, типа, без проблем и так далее. Кстати, а как дела обстоят с Nintendo Switch? Что берут больше, OLED, Lite? Больше берут OLED, я думаю, это из-за ограничений Lite, вот, неожиданно, да, OLED дороже, но при этом берут его больше, потому что, я думаю, слишком много ограничений, да, в Lite. Это нельзя подробить к телеку, уже иконы не соединяются и прочие проблемы. То, что экран маленький, возможно, для кого-то минус, и, в принципе, экран там намного хуже, чем в OLED. Кстати, знаешь, что заметил? В последнее время люди стали прям гнаться за этим OLED, что касаемо прототивов, потому что, что, там, не знаю, Nintendo Switch, что Steam Deck, типа, чуваки, топим за OLED. Хотя, в целом, вот, мне, мне кажется, все равно на каком экране играть, OLED или не OLED. Типа, что дешевле, то, наверное, возьму. Ну, единственное, я бы... Ну, понятно, что ты привыкаешь, но OLED это очень приятно в играх. Ну, Nintendo Switch, он продается так же, как и раньше, типа, много, или все-таки какой-то спрос немножко пристановился, потому что есть слухи о Nintendo Switch 2, там, и так далее. Ну, пока такого не замечается, что люди стали меньше брать. Вот, кстати, сейчас будет интересный вопрос, потому что вы знаете, что Sony сделала свою урезанную портативку. Я даже не могу назвать ее портативкой, потому что функционал у нее, он мега урезанный. Ты, наверное, понял про что сейчас идет речь, про PlayStation Portal. Да, это... Я даже не знаю, как ее назвать. В общем, данное устройство, оно, чтобы вы понимали, делает возможность трансляции игры с Плойки 5 на, по сути, вот эту PlayStation Portal. Она работает только через интернет, и это как-то очень странно. Скажи мне, пожалуйста, кто-то из ваших клиентов вообще, как бы, ждал это устройство, может быть, покупал? Блин, конечно, многие ждали, но немножко не этого. Потому что все мы ждем какой-нибудь PSP2, нормальную портативку от Sony, но вышел вот этот геймпад с экраном, по сути, и люди, да, заходят на сайте, видят, как бы, красивые картинки, иногда спрашивают нас, а будет ли это работать без 5-й Плойки и так далее. А кто-нибудь вообще покупал? И были ли такие чуваки? Блин, конечно, но очень мало, ожидали лучших продаж. Вот, на самом деле, видимо, люди, да, прямо разочаровались в этой штуке. Ну, потому что люди понимают. Ну, знаешь, на самом деле, я видел людей в интернете, которые покупали, типа, чуваки, вот у меня подсошли. С рубежом таких людей много, хотя часто там не очень быстрый интернет, но все равно к чему-то берут. Именно у нас, я могу сказать, что по статистике это не очень пользуется. Не, я даже видел, так скажем, русскоговорящих людей, которые взяли, типа, чуваки, я играю, потому что они, видимо, ну, просто хотят себе специализированное устройство, в котором они могут поиграть в другую комнату. Я, конечно, не понимаю, почему они, например, не могут купить какой-нибудь там держатель для телефона, подключить туда DualSense, но, как ты сказал, видимо, многие любят вибрацию от Sony, и, соответственно, это самое. Так же, как и на свече, типа, мало кто берет лайт, потому что там нет вибрации, кто-то берет это. И, видимо, кому-то просто хочется, наверное, вибрации почувствовать. Но это, как бы, знаешь, на мой взгляд, дорого. Но это дорого, потому что это, не сказал бы, что это какая-то полноценная портативка, проще там докинуть, там, десятку, пятнашку и взять какой-нибудь стимдек. Согласен, да. Если у тебя есть плойка, лучше купить к ней стимдек, да. У тебя не будет тех же сохранений из плойки, но все равно ты получишь хотя бы полноценное устройство, а не вот это. Да, да, которые работают без сети, я такое уже мнение абсолютно. Слушай, а вот что касается PlayStation Portal, были ли возвраты? Потому что вот у меня почему-то сложилось впечатление, что люди, которые, например, в консолях не разбираются, они PlayStation Portal действительно могут, ну, просто перепутать с PSP. Потому что, знаешь, вот, например, человек не разбирается, он когда-то там в 2000-х годах видел PSP, на лоб PlayStation Vita, и, соответственно, когда он видит что-то такое от плойки пятой, такой, о, PSP, были ли у вас там возвраты, или, может быть, какие-то курьезные ситуации, по типу, чуваки, обменяйте мне, она там не работает без плойки пятой, я не знал, что это экран, ну, там, разделенный двумя геймпадами. Блин, тут спасибо нашим клиентам, которые, возможно, смотрят наши YouTube-каналы, наши обзоры, где мы объяснили, как вообще все это работает, что таких ситуаций, к счастью, не было. Что человек не разобрался, купил, и оказалось, что, да, он не работает без плойки. Ну, кстати, вам с этим повезло, потому что, знаешь, если, например... Ну, за это просто респект людям, то, что думают, что покупают. Это вообще, это ништяк, потому что я вот уверен, что в некоторых магазинах, мне кажется, могли бы быть такие ситуации, потому что, ну, клиенты бывают всякие, особенно если они купят по незнайку, распакуют, оп, у меня нету PS, ну, PlayStation 5, что мне делать, если там, не знаю, да, на портативке не работает, я считаю, что это, ну, это жестко. Слушай, а вот как обстоят дела с аксессуарами, а конкретно вот с VR-темы, потому что, знаешь, я в последнее время VR-ом не то, что болею, я загорелся. То есть, на мой взгляд, это действительно какая-то такая штука, которая дарит реально, не знаю, прям классные эмоции. То есть, ты играешь, например, на 2D-экране при помощи геймпада, но когда ты, там, не знаю, одеваешь VR, это просто совершенно другой вид гейминга. И вот скажи, вот, типа, у вас покупают VR-шлема, и, не знаю, много, мало, можно ли назвать вообще эту сферу какую-то популярную у нас в СНГ? Нет, конечно, берут, и довольно-таки много, особенно квестов третьих, вторых, это очень популярная позиция. Не спрашивают, или, там, может быть, не требуют ли какую-то инструкцию поактивации, потому что, знаешь, когда я вот выбирал шлем, ну, именно для плойки, я консольщик, мне не хочется просто с этим водиться, вот, я купил, чтобы сделать обзор, попользоваться PlayStation VR, вот, и многие говорят, чувак, купи квест и так далее, но только лишь потом мне сказали, что с ним очень много гвозни в плане какой-то активации, вы как-то там консультируете, помогаете? В плане настройки, реально, да, с ним очень много проблем, там надо поднимать VPN на уровне Wi-Fi, то есть... Насчет там такое, да. ...насчет этим заниматься, и часто, да, задают какие-то вопросы уже после покупки, то, что, а как вообще это настроить, что для этого надо делать? Мы чаще всего просто скидываем видео, где все это объясняется, и человек после этого пропадает. Ну, в виртуальной реальности, видимо. Ну, да. Не, ну, хорошо, хорошо. Не, на самом деле, для этого еще определенный роутер там нужен и так далее, на самом деле, очень много с этим проблем, и при тем, как покупать, лучше, да, сначала во всем разобраться, вообще, подходящий ли у тебя роутер и так далее. Такой тоже важный вопрос, как тебе кажется, вот, после параллельного импорта, даже не как кажется, а как действительно, после параллельного импорта стало сложнее, с ввозом и консолей, с продажей, то есть, вот, как это добывать и так далее. На самом деле, сильно сложнее не стало, появились только такие проблемы, что, например, некоторые товары нельзя привезти невскрытыми, потому что это могут потребовать на таможне. Вот, в остальном все, по сути, то же самое. Ну, нифига себе, потому что, ну, как-то, знаешь, когда ты видишь такие новости, ты думаешь, блин, капец, и там подобное, что как-то сложнее, но, с другой стороны, вскрыть каждый товар, да, особенно, если это какие-то большие партии, мне кажется, это тоже довольно-таки проблемно. Ну, представь, какую-то, не знаю, фуру вскрывает, да, или, там, я знаю, еще что-нибудь, контейнер, и просто пока ты все это раскроешь и покажешь, ну, это жестко, это жестко. Также есть, конечно, проблема с обслуживанием, из-за закрытия сервисных центров, из-за чего приходится даже некоторые товары, там, которые нам сдали по гарантии, отправлять в другую страну, все это очень долго ремонтируется и возвращается нам обратно. Слушай, а бывает ли такое, что, там, не знаю, товар приезжает чисто бракованным, вот, там, или вообще не доходит до вас, где-то, там, теряется, там, не знаю, на таможне или как-то, вот, и что делать в таких ситуациях? Таких еще ситуаций не было, к счастью. Это хорошо. Да, но с браком, конечно, у любого товара, у любого производителя есть какой-то процент брака, где-то он больше, где-то он меньше, но в любом случае с этим мы сталкиваемся. Иногда приходится идти на уступки и продавать просто потом этот товар с незначительным дефектом другому покупателю, уже с объяснением, что там с ним может быть. Ну, типа, предупреждаю заранее, скорее всего, да? Да, да. Не, ну, это нормально, потому что, мне кажется, все равно, как бы, существуют такие продавцы, даже назову, наверное, торгаши, да, которые, чувак, ай, пофигу, берите, потом разберемся. Еще такой немаловажный вопрос по поводу, вообще, продаж. Слушай, от чего зависит цена? Там, не знаю, курс, налоги, там, не знаю, таможня и так далее, потому что, знаешь, как бы, клиент, мне кажется, мало вообще задачен данным вопросом, ему просто нужно, не знаю, хорошую цену. Иногда тогда, когда ценник поднимается, в связи с санкциями, там, с завозом, устроив с курсом, да, клиенту сложно объяснить, почему цена поднялась. То есть, у вас какие, вот, так скажем, факторы, которые влияют на цену, и почему цена становится выше? На самом деле, основные три фактора, как раз, которые ты и произнес, если налог, то понятно, насколько товар станет дороже, но касательно курса, то тут уже, как бы, постоянные колебания, и цена на гаджет может скачать. Чаще всего, конечно, она растет, редко это понижается, и бывает, да, что цены приходится задирать, хотя люди думают, что вот это мы свою маржу там подняли, но на самом деле, просто гаджет стал стоить из-за курса сильно дороже. Ну, вот это мало кто, мне кажется, понимает, типа, они думают, что один товар, он должен стоить всегда одинаково, независимо, что произошло, типа, блин, там же была вот только день назад цена 2-6 тысяч, какого там 30 тысяч и так далее. На самом деле, это происходит не только из-за курса, а еще бывают такие неожиданные, неприятные моменты, когда происходит неожиданный дефицит какого-то товара, и тоже приходится очень сильно повышать цену, потому что, на самом деле, цена повышается не только для клиента, но и для нас. Поэтому тоже, если вы думаете, что это мы пытаемся кого-то обмануть, задрали цену, то чаще всего нет, мы наценку делаем не такую большую, и стараемся делать все равно какие-то демократичные цены на нашем сайте, чтобы конкурировать. Ну, мне кажется, такой самый важный вопрос, для чего мы здесь собрались, слушай, вот у вас в магазе продается больше плойок или иксбоксов, вот этот вопрос, на самом деле, важный, поскольку в СНГ, вот как мне казалось, ситуация может быть другая, что вот у нас продается больше иксбоксов, потому что я просто веду канал по иксбоксу, и вот у меня складывается ощущение, что в СНГ иксбокс так или иначе становится популярный. Вот скажи, у вас продается больше плойок или иксбоксов, хотя бы там примерно соотношений, или чего-то прям гораздо больше. У тебя может быть немножко ограниченное видение, из-за того, что вот тебе постоянно там комментарии пишут, какие-то вопросы, связанные с иксбоксом, вот, про плойку ты снимаешь не так много, но, на самом деле, в нашем магазине, да, чаще всего иксбокса берут, я бы сказал, по праздникам. То есть, мало проще. То есть, лидер у нас однозначно плойка. Не, как бы, знаешь, это неудивительно. Это не очень приятный ответ, да, для... Не-не-не, я... Не, это... Ты хочешь себе там тиммейтов нормально? Не, это нормально, потому что, как бы, я понимаю, что плойка, она в мире в целом популярнее. Просто, как сказать, складывается ошибочное, наверное, мнение, что у иксбокса все хорошо, иксбокс разбирает. Понятное дело, что, как сказать, мы сейчас, по сути, измеряем статистику лишь одного магазина, вот, и в целом, как бы, но все равно у вас, короче, плойка продается больше, чем иксбокса. Слушай, иксбокс вот реально, как сказать, не особо продается, или, ну, гораздо хуже плойки, так скажем. Да, гораздо хуже. Понял. Понял. Вопрос больше нет. Не, ну, это не значит, что иксбокс плохой, все равно есть покупатели. Не, ну, это понятно, да. Мне кажется, это еще и за бренд связан, потому что у нас в России так завелось, что, ну, плойку знает все. Плэссшн 1, 2, 3, 4, 5, а то есть с иксбоксами либо путаницы, и в целом, как бы, вообще, мне кажется, мало кто знает об иксбоксе, несмотря на то, что в игровом комьюнити, ну, понимают, знают там всякую там, не знаю, подписки и тому подобную тему. Слушай, а вот у вас в магазине больше продается Series X или Series S? На самом деле Series X, как бы это странно не звучало, особенно после ответа про Nintendo Switch OLED, то, что у нас больше берут, вот и у нас какие-то очень богатые покупатели, берут самые дорогие гаджеты, но действительно Series X пользуется большим спросом у нас. Возможно, Series S берут в других магазах. Конечно, да, это наша ограниченная статистика, но все равно, как бы, удивительно. Ну, она имеет место быть, потому что, может быть, те, кто покупает у вас, я не знаю, они хотят 4К разрешения, они хотят там во всех игр 60 FPS, потому что, несмотря на то, что Series S это классный вход в мир видеоигр, но, мне кажется, для некоторых потребителей важен вот этот вот взять максимум, и, соответственно, ваши потребители, видимо, его хотят и покупать Series X. Ну, мне кажется, это... Возможно, в том числе, поэтому у нас наберут всякие iPhone Pro Max с большим объемом памяти, а не какие-то обычные... Вот такие телефончики, которые я, возможно, возьму себе. А много ли людей, например, покупая Xbox, обращается вам с региональной ошибкой, потому что откуда бы вы там, например, не привезли консоль, все равно, скорее всего, она будет, потому что они не ростестовские. Вот, например, недавно была волна, люди получали снова вот эту ошибку, они там не могли зайти в интернет, то есть как бы вам звонят по этому поводу как-то, или они там сами все решают? Я так понимаю, чаще всего сами решают, поскольку таких обращений всего там пара штук буквально было, и тоже недавно, поскольку, да, волна этих. Поэтому мы просто диктуем им DNS-сервера, которые можно попробовать бить, и, возможно, ошибка пропадет. Я очень верю, что люди не обращаются к вам за этой ошибкой, потому что они смотрят мой канал, они уже все знают, они прошарены. Пацаны, блин, вы хотя бы на лайфхаке лайк ставьте, а, please. Часто ли возвращает консоль назад с возвратом? Бывают ли какие-то проблемы, которые вот пользователи не могут решить, и вот, типа, чуваки, надо что-то сделать? Конечно, бывает, и недавно, как раз вот только говорили про PS Portal, был момент, что у человека частично стало то ли залипать, то ли... Ну, в общем, проблема со стиком была, вот мы заменили по гарантии ему. Также был случай, например, с пятой плойкой, и то, что человек обратился к нам, что она якобы сильно греется, сильно шумит, но, как бы, было выявлено, что это не гарантийный случай, и, как бы, нормальный уровень шума. Бывает, что да, просто такие ложные обращения. И, конечно, в данном случае мы не поменяем. Ну, кстати, это... Я понимаю вас, потому что иногда мне бежут по типу, у меня шумит консоль, что мне делать? Иногда, как сказать... Ну, на мой взгляд, это немножко паранойя, потому что я понимаю, как бы, клиентов и вообще пользователей консоли, что вот они покупают консоль, да, они тратят, там, не знаю, там, 20, 30, 50 тысяч, и хотели бы, чтобы работало все идеально, так как они выдумали в голове. И иногда они придираются, например, к шуму, хотя в целом, да, шум нормальный. То есть они вот просто вот приходят, слушают его вот так вот максимально близко, типа, блин, она шумит, что же делать? Иногда ты выдумываешь просто себе какие-то проблемы. Ну, это просто ограничение самой консоли, потому что, извините, да, она не стоит... Она работает, чел, она работает, поэтому она и шумит, как бы, конечно, ну, понятное дело, когда она гудит, это уж проблема, но когда она просто шумит в каких-то мощных играх, пацаны, это нормально. И самое главное, нормально, что она греется, потому что вот у меня просто таких вопросов, но бесконечно, типа, чувак, знаешь что, у меня греется консоль. У меня греется консоль, братан, это пипец, что делать, она греется. И я такой, ну, чувак, ну, она работает. Типа, ты знаешь, подойди, иди к дилю и потрогай, но он будет нагрет, или у машины, потому что машина едет, она работает. Здесь то же самое. И поэтому там стоит кулер, и он, по сути, это все охлаждает. Поэтому, пацаны, когда консоль греется, когда она шумит, но в то же время не гудит, это нормально, поэтому не переживайте. Также у нас были, конечно, случаи, когда мы шли клиентам навстречу, и случай не был гарантийным, но мы все равно меняли устройство на новое. И потом продавали с каким-то, опять же, незначительным дефектом устройства подешевле. Так было, например, со Steam Deck, где было слегка заметно какое-то пятнышко на экране. Вот только под определенным углом, только под определенным освещением вы это могли увидеть. Вот. По сути, это не гарантийный случай, но все равно мы пошли покупать на встречу. Короче, в некоторых моментах все равно бывает такое, что, типа, чувак, ну ладно, типа, мы тебе заменим. Ну да. Зачем спорить, когда реально есть какой-то дефект небольшой? Слушай, а как часто покупают аксессуары? Больше на плойке, на Xbox, вот именно второй геймпад. А геймпады покупают примерно в 30% случаев. И, ну конечно, если ты берешь консоль, там собираешься с друзьями играть в FIV, там, в Mortal Kombat, то куда без второго геймпада? Не, ну на самом деле это нормально. Мне кажется, вот как раз таки, если плойк больше берут, там у вас плойки, кстати, больше уходят, ну, геймпады или Xbox-овские? Нет, конечно, DualSense. DualSense. Вот, и, так скажем, существует подпивасный гейминг, если вдруг вы не знали, когда человек не особо разбирается в каких-то играх, он там, не знаю, любит как раз-таки FIFA, UFC, там, не знаю, Mortal Kombat, и, соответственно, берет консоль для того, чтобы там дома или в гараже с чуваками поиграть. Вот, это в целом как бы нормально. И со взгляда даже не за кассы, это тоже так, типа, в целом это распространенное мнение. И, наверное, финальный вопрос, и больше не буду тратить твое время, и так как бы много здесь сидим. Вот, слушай, как вот просто, можно даже ответить от себя, здесь нет никакой статистики, как ты думаешь, что когда-то может PlayStation поменяться местами с Xbox с точки зрения продаж, что вот будут покупать только вот Xbox, что вот должно, наверное, такое произойти, чтобы вот продаж Xbox было больше? Честно, я в это не верю, но, конечно, вероятность есть. Если Microsoft тоже задумается о большем количестве годных игр, свои подписки, их частном выходе, опять же, у Sony игры, мне кажется, классные, выходят намного чаще. Они и не хотят, мне кажется, уже прям обойти Sony в плане продаж консолей. То, что им хочется больше продать свою подписку, это да, вот это их главная цель сейчас. Ну, вот у меня такое же видение, что сейчас Xbox, он в целом не гонится за продажи консолей. Пацаны, купить подписку, Microsoft будет рад. Типа, Xbox это побочный фактор, типа, он есть, но, наверное, для галочи, так скажем. А у Sony более-менее все, как раньше, также покупайте за полную цену, там, в первый день новые игры. Также вот у нас есть консоль. Во многие игры, кроме этой консоли, вы там, по крайней мере, первое время не поиграете. И, в принципе, эта стратегия до сих пор работает. Ну, да, да, да. Она больше байтит просто. Типа, чувак, да, я хочу Человек-паука, и я должен, должен купить плыку, к сожалению. Конечно, я могу подождать ПК, но там, вроде как, на первых этапах порты тоже не особо клювым выходят. Нет, часто хорошо оптимизированные. Вот это, конечно, не касается Last of Us. Вот, 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 я про это же, да. Вроде как Days Gone, там, а Chartered вроде вышли без проблем. Но они просто вышли не так близко, хотя, да, не так близко, как выхода, потому что ремейк. Ну, да, там влог, где порт делали, конечно. Петр, спасибо за беседу, что выделил время, потому что, чтобы вы понимали, мы записываем это все вечером, уже кипит башка, и у меня, и у Кибер Андерсона. Вот. В любом случае, спасибо Техноделсу, то, что откликнулись, поделились с нами интересной информацией. И еще раз спасибо Кибер Андерсону за то, что он уделил время на этот счет. Вот. Есть какие-то пожелания подписчикам, может быть, что-нибудь такое скажете? Ребят, покупайте хорошие консоли, и только в Техноделс. Вот такая незаглазованная реклама у нас. Да, да. Ребят, реально, если хотите поигрышиться, нет гарантии, где-то что-то купить, реально, я бы брал в Деусе. Короче, заходите в Техноделс, если вдруг вам что-то нужно. Ребят, будем прощаться. Спасибо огромное за просмотр. Я очень надеюсь, что вам понравилось, выделили для себя интересные какие-то моменты. Вот, если вдруг вам рубрика зашла, обязательно поддерживайте Лойсом. Заходите к Кибер Андерсону, заходите в Техноделс, и большое спасибо еще раз за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.